Окунёк. Красавец, да? Я его, конечно, дома взвешу, но килограмм в нём это даже к бабке не ходило. Вон, в пасте. Один тройник отцепили. Вот, соскучился по ракам. Немного раков поймал. Итак, всем привет. С вами снова канал Рыбалков Акасии. У нас сейчас запрет, как и у всех в России, наверное, в Краснодарском крае точно. Ну и пока рыбалки нету, я решил закоптить запасы. Там щучки, сазаны, разнорыбья. Ну, хочу приготовить копченую рыбу. Покажу очередной раз, как это всё бывает. Постараюсь более детально. У меня какие-то доработки по коптильне были. Вот. И всё в том же углу, в том же шкафу сейчас. В общем, пойдём смотреть, как будет всё это происходить. Так. В общем так, вот он мой дымогенератор. Уже знакомый всем прибрал, почистил. Покажу, что вот внутри там зольник у меня. Это будет здесь гореть, будет щипа. Потом переходит дым будет по трубе. Здесь у меня стоит охладитель. Труба на 100. Там отверстие внизу для стока конденсата. Баночка прикручена. Вот такой сепаратор самодельный сделал, чтобы затруднять, как бы замедлять движение дыма. Вот. Это у меня труба, как говорится, была. Вот. Так вот ставим. Накрываем. Всё дело сюда. О! Так. Это у меня тут трубка подачи воздуха. Там за холодильником сзади. Ну, в общем, там стоит компрессор от этого же холодильника. Сюда сейчас насыплю щипу. Щипа у меня будет сегодня ольховая. Вот такая ольха. Выписал на озоне. Пакетик вот этот что-то рублей 453 килограмма. Вот. Можно немножко увлажнить, кто хочет. Я так сыплю. Вот. И будем сейчас вот это дело. Всю красоту сазаны. Там он барин щуки. Кто-то попросил лещей закоптить. Миша он привез. Скумбрию посолил. Там у меня ещё ези. И сейчас всё это будем наряжать, накладывать, навешивать и поджигать. А ещё вот момент. На улице прохладно сейчас. Показывает что-то плюс 5, наверное, там от силы. Даже градусов 3, наверное. Вот. У меня стоит плитка. Это поддон жиросборника. Вот стоит плитка у меня обычная. Угадываю температуру. Подвожу потихоньку. Подогреваю. Потому что рабочая температура для коптильни 25 градусов. Вот. Тогда будет хорошо коптиться холодное копчение. Если не до греть, то понту дым не пропитается. Потому что продукт холодный. Всё это дело нужно греть. Ну и что. Наряжаем ёлочку, как говорится, да? Сейчас пойду принесу езей. По пути надо было на листе рассыпать. Смочить. Намочить её щепу. И дать немножко обсохнуть. Вот. Ну, только я тут уже экспромтом всё делаю. Я так водички брызгал тут. Она чуть-чуть увлажнится. Да? Вот. И сюда немножко согрею. И перемешаю там её. Вот. Думаю, пойдёт. Ну, а теперь она соцселила. Посмотрим, что будет, да? Что бы не попробовать. Вот. Сыренькая будет. Я думаю, гореть будет всё равно. Потому что выгореть. Подставляем. Ну вот. Скажем, дым пошёл. Коптильня быстро набирает обороты свои. Вот, смотрите. Хороший густой дым. Сейчас понятно, что ещё прохлада на улице. И дым сейчас будет стелиться понизу. Вот. Ну, сейчас плит уже я включил. Сейчас наберёт температуру. Закрываем. Закрываем. Тут у меня есть пружинка. Вот такая. Сбоку. Вот. Я могу на пружинку. Это чтобы никто там, кошки, лапы. Ну, и вообще просто плотнее, чтобы было. Кошка так уже. Соврал маленько. Всё. Ну и посмотрим. Будем смотреть температуру. За градусником. Плитка сейчас наберёт маленькие обороты. Нагреется шкаф. Температуру доведём до 25. И будем катить часов. Ну, сейчас 8. Потому что плотность дыма хорошая. Ладно. Зарекнулся для. Потом будем всё сейчас смотреть. Можно подглядывать сейчас. Что-то прошло. Секунду 20. О! Пожалуйста. Уже дымок вовсю шурует. Ну и всё. Коптим. Ну, через часик-два приду посмотрим. Что там у нас как и почему. Так что не уходите далеко. Прошло два часа. Посмотрим. Как идут дела. На градуснике температура где-то 18 градусов. То есть греется. Ну и посмотрим плотность дыма. Какая у нас тут. О! Отойду маленько. Песня. Сало маленько. Пожелтело. Чуть-чуть. Так вот вот сюда. Во! Плиточка греет. Всё шикарно будет. Всё будет шикардосно. Вот такая песня у нас. Всё. Закрываем. Дальше. Всё идёт по плану, как говорится. Посмотрим попозже, что будет. В общем так друзья. Коптильню я выключаю. Копчение, считаю, что закончилось. Прокопили мы часов десять, наверное. С девяти утра. Чемпляем пять часов. Три-восемь часов. Достаточно. Сейчас вся плашная. Красивая. Три-восемь. Теперь это всё надо будет перевешать в верхний ящик говялки. На вялене. На вялене. Заскумбрия красивая. Всё. Дым ещё едкий. Вот. Ну это сейчас всё, как говорится, после каждого копчения всё равно надо, чтобы продукт отдохнул. Это всё отдохнёт. Ой какая сатана. Песня. Песня и сказка. Ну вот. И щуки там, и сазан, надеюсь. Да не надеюсь, там даже надеяться не надо. И так понятно, что прокопилось. Ну вот. Ну а потом будем пробовать. Красоту. Сейчас дня два-три рыба отойдёт. Проветрится. Не будем есть. Всем просим просмотров. Всем, как говорится, не хвастанье чешуи. И всем приятного аппетита. Кто уже полез в холодильник, глядя на такую красоту и вкуснятину. Ну сейчас она горькая вся, потому что продымлена конкретно. И должно всё это отдохнуть. Пока не отдохнёт, есть невозможно. Ну что потом дня три-четыре, там пять. И будет вообще там. Будет песня. Всем пока. Итог. Копчение. Копчение. Скопильную достал. Рыбку развешивал. Сейчас всё это, как говорится, отдохнёт. Вот. Мне будет офигенная вкусняшка. Жирочек такой прям мощный. Вот. Сазанчики. Щучки. Подъязочки. Ну кто что. Миша скумбрию он принёс. Скумбрия красавица. Сало. Песня. Лещи. Короче, офигенная. Офигенная. Рыба. Остой коптили. Как-то так. Для себя. Стараемся. Делаем. Коптим. Верим. Сейчас отдохнёт всё это. И будем с пивком отрезать. Вот так.